Когда ее ребенок родился без глаз, молодая мама приняла душераздирающее решение отказаться от него, опасаясь, что у маленького мальчика никогда не будет любящей семьи. Детский дом начал компанию по усыновлению Саши. Затем с ним произошло нечто невероятное, что навсегда изменило его жизнь. На 31 неделе беременности биологическая мать Саши отправилась на очередное обследование. Она была взволнована появлением ребенка на свет, но в то же время нервничала. У нее не было большого опыта в уходе за детьми. Она беспокоилась, станет ли материнство естественным для нее. На протяжении всей беременности ее беспокоило, сможет ли она должным образом обеспечить своего ребенка. Во время осмотра она заметила, что у медсестер были озабоченные лица, когда они вызывали врача в палату. Ее охватила паника, но она не была готова к новостям, которые собирался сообщить ей медицинский работник. Врач сказал ей, что, по-видимому, у ее ребенка проблемы с глазами. Он сказал молодой женщине, что она должна быть готова к тому, что ее маленький мальчик может родиться без глазных яблок. Молодая женщина, спотыкаясь, вышла из больницы, чувствуя себя потерянной. Всю дорогу домой она размышляла о том, какой будет жизнь для нее и ее сына. По мере того, как проходили недели и приближался срок родов, молодая женщина приняла трудное и болезненное решение. Она просто не думала, что у нее хватит навыков, чтобы должным образом заботиться о маленьком мальчике так, как ему нужно. Ей придется отдать своего ребенка на усыновление. Она не была в восторге от этого решения, но чувствовала, что у нее не было выбора. У нее не было семьи и друзей, которые могли бы ей помочь, и борьба с таким редким заболеванием была для нее непосильной задачей. Когда молодая женщина родила, она не могла даже смотреть на своего сына, опасаясь, что может привязаться к ребенку, о котором не сможет заботиться. Несмотря на то, что это разбивало ей сердце, она передала своего ребенка на попечение врачей и медсестер, бросив его на произвол неизвестной судьбы. Она вышла из больницы со слезами на глазах, все еще не уверенная, правильно ли поступила. Казалось бы, сбылся наихудший сценарий. Маленький Саша действительно родился без глазных яблок, чрезвычайно редкое заболевание, из-за которого он стал лишь одним из трех детей в России с таким же синдромом. Тем не менее, появился проблеск надежды. Саша поразил врачей, его состояние, известное как синдрома нафтальми СОХ-2, обычно сопровождалось множеством других серьезных медицинских проблем, когнитивными нарушениями, трудностями. С речью и потерей слуха. Это заболевание встречается только у одного из каждых 250 000 новорожденных. Однако, несмотря на это, Саша преодолел все трудности и на самом деле был здоровым и жизнерадостным маленьким мальчиком без каких-либо других проблем со здоровьем. Вскоре он покорил сердца всего персонала больницы, который восхищался тем, какой он особенный. Мальчик не переставал улыбаться. У Саши на лбу были две доброкачественные кисты, но врачи не беспокоились и быстро и легко удалили их. Было весьма примечательно, что у маленького мальчика, казалось, не было никаких других проблем, кроме отсутствия глазных яблок. Как только врачи убедились, что маленький Саша полностью здоров, его передали в местный детский дом в России. Врачи и медсестры были опечалены уходом Саши и глубоко обеспокоены тем, что ждет его в дальнейшей жизни. Они знали, что, несмотря на то, что он здоров, при таком состоянии здоровья ему будет нелегко добиться усыновления. Когда медперсонал прощался с Сашей, они не могли не чувствовать себя убитыми горем из-за его печального положения. Саша вскоре очаровал весь персонал детского дома, который был рад видеть, что он был очень улыбчивым маленьким мальчиком, несмотря на трудное начало своей жизни. В трудные дни яркая улыбка Саши могла поднять настроение в детском доме. В приюте знали, что Саша будет процветать под опекой любящей семьи, но найти для него эту особенную семью было бы невероятно трудно. Больница, в которой родился Саша, поддерживала тесный контакт с приютом, когда они начали разрабатывать план ухода за ним. Из-за отсутствия глазных яблок маленькому мальчику пришлось бы имплантировать крошечные глазные яблоки, чтобы предотвратить любые деформации лица по мере его роста. Имплантаты приходилось менять каждые шесть месяцев, чтобы адаптироваться к меняющемуся лицу Саши. Не было никаких шансов, что Саша когда-нибудь увидит, но, поскольку он родился слепым, ему было легче адаптироваться в подходящей среде. Не было никаких причин, по которым Саша не мог бы развиваться так же, как в детстве, без своего заболевания. Имплантация глазного яблока гарантировала бы, что лицо Саши выглядело бы так же, как у любого другого ребенка, что обеспечило бы ему максимально нормальную жизнь, возможную в его обстоятельствах. Одна медсестра в детском доме очень привязалась к Саше, и мысль о том, что он может не найти дом, разбивала ей сердце. Будучи любящим и сострадательным человеком, она решила поехать с Сашей в Санкт-Петербург, когда ему делали операцию. Таким образом, если при пробуждении мальчика будет присутствовать знакомый человек, она знала, что он не сможет ее увидеть, ведь он все еще ребенок. Но она была уверена, что он почувствует ее присутствие и это его успокоит. Добрая медсестра терпеливо ждала в приемной больнице. Она молча молилась, надеясь, что все пройдет гладко. Казалось, это была такая серьезная операция для крошечного мальчика. К счастью, через несколько часов врачи сообщили медсестре, что все прошло по плану и Саша чувствует себя очень хорошо. Как только она вошла в больничную палату, лицо Саши расплылось в широкой улыбке. Казалось, ничто не могло сломить дух храброго маленького мальчика. Медсестра не смогла удержаться от ответной улыбки. Несмотря на то, что она знала, что Саша ничего не видит, у нее было чувство, что он поймет, как она счастлива. Разработав надлежащий план медицинского обслуживания Саши, детский дом приступил к решению сложной задачи найти маленькому мальчику, любящую семью, которая могла бы проводить операции. Необходимой маленькому мальчику дважды в год, но также и семью, способную не обращать внимания на его состояние здоровья и любить маленького мальчика. Мальчик. Однако никто не предполагал, насколько мучительной окажется эта задача. Каждый раз, когда в приют приходила семья, Сашу встречали взглядами, полными жалости, а иногда даже отвращения. Некоторым семьям просто не было интересно слушать историю Саши, кроме того факта, что он родился слепым. Они упустили подробности о его красивой улыбке, его любвеобильном характере, о том, как он любил играть с другими детьми, и о том, сколько радости он получал от плавания все эти. Мелочи, которые делали Сашу тем, кем он был, казалось, не имели значения. Люди видели ребенка-инвалида и ничего больше. Рождество быстро приближалось, и в приюте отмечался большой успех, дети обзаводились новыми семьями как раз к празднику. Когда вокруг приюта начали устанавливать рождественские елки и развешивать украшения, возникло чувство грусти, которое мешало всем по-настоящему проникнуться духом праздника. У всех на уме был один маленький мальчик, Саша. Казалось вполне вероятным, что счастливый и любящий маленький мальчик проведет свое первое в жизни Рождество в детском доме. И хотя персонал всегда делал все возможное, чтобы сделать рождественский сезон как можно более волшебным и счастливым, они знали, что никогда не смогут сравниться с рождественской радостью, которую может подарить семья. Они хотели, чтобы все дети, находящиеся на их попечении, попали в счастливые семьи, но Саша особенно очаровал их, и для него обзавестись семьей на Рождество было бы настоящим чудом. Сотрудники детского дома собрались вместе, чтобы составить план. Им нужно было сделать что-то, что действительно заставило бы людей дать Саше шанс, а не просто игнорировать его. У медсестры, которая приехала в Санкт-Петербург с маленьким мальчиком, появилась идея. Она хотела, чтобы журналист написал о Саше материал, который можно было бы опубликовать в социальных сетях. Хотя большинство людей согласились, что это, вероятно, придаст Саше известность, в которой он так отчаянно нуждается, они также беспокоились о безопасности маленького мальчика и о том, чтобы не превратить его в мишень для СМИ. Это была деликатная ситуация, к которой нужно было подходить уважительно и доброжелательно. Начались поиски журналиста, который мог бы разобраться в этой деликатной ситуации. Сотрудники встретились со Светланой Совой и сразу поняли, что она именно тот человек, который может рассказать историю Саши. Команда детского дома начала создавать идеальную страницу для усыновления маленького мальчика, нарисовав фотографию счастливого и улыбчивого малыша, который радостно откликнулся, услышав знакомые голоса. Тем временем Светлана начала создавать идеальную статью, которая показала бы миру, каким особенным был Саша. Всего через несколько дней после того, как Светлана опубликовала свою статью о Саше в местной газете, эту историю подхватили мировые новостные агентства, стремясь рассказать о счастливом ребенке, который ищет дом на Рождество. В детском доме не могли поверить, какой интерес вызвал Саша. Они надеялись и молились, чтобы статья привлекла заинтересованные семьи в России, но они и представить себе не могли, что их встретят будущие родители, проявляющие интерес со всего мира. Саша превратился из человека, который никому не был интересен, в человека, который за одну ночь влюбился во весь мир. Сотрудники детского дома были ошеломлены реакцией на историю Саши и приступили к выполнению сложной задачи по отбору просьб об усыновлении маленького мальчика, который они получили. Они получили большой интерес у семей за пределами России, и хотя они были счастливы, что люди наконец-то заинтересовался Саша, они были заинтересованы, чтобы видеть, как он уходит на семью в России, где принятие власти смогут внимательно смотреть на него, чтобы убедиться, что он получал правильный уход. После рассмотрения груды заявлений об усыновлении властям пришлось принять несколько очень сложных решений. Разрешить усыновление Саши за пределами России или оставить его в детском доме. Однако, несмотря на все трудности, судьба Саши чудесным образом изменилась как раз к Рождеству. Представители службы усыновления получили заявление от семьи из России, которая хотела узнать больше о Саше. Его история все еще распространялась по всему миру, но до этого момента власти не проявляли никакого интереса к семьям в России, по крайней мере, ни к одной жизнеспособной семье. Они очень внимательно рассматривали заявки, помня, что не торопятся с выводами только потому, что семья живет в России. Они должны были идеально подойти для особенного маленького мальчика. Казалось, что с подачей заявления все было идеально, поэтому семью пригласили приехать и встретиться с Сашей в приюте. Наступил важный день, и в приюте царила напряженная обстановка. Все отчаянно хотели, чтобы встреча удалась, но не хотели обнадеживаться на случай, если все провалится. Как только семья вошла в детский дом, все сразу расслабились. От семьи исходили тепло и любовь, и когда они встретились с Сашей, на его лице расплылась широкая улыбка. Семья провела вторую половину дня в приюте, играя с маленьким мальчиком и узнавая больше о медицинской помощи, которая ему потребуется. Операции проводились каждые шесть месяцев, и ничто не мешало семье. Их больше интересовало, кем был маленький мальчик, помимо его слепоты. Они понимали, что это всегда будет частью его жизни, но не видели причин, по которым он не мог бы жить своей жизнью, как любой другой ребенок. Это было все, чего хотел детский дом для Саши. Как раз к Рождеству Саша присоединился к своей новой семье. Все, кто познакомился с Сашей за последние несколько месяцев, были вне себя от радости из-за невероятного рождественского чуда, которое произошло. Подробности о семье в основном держались в секрете, чтобы защитить их с Сашей, но некоторые детали, которые были раскрыты, намекали на счастливую жизнь, которой теперь будет жить. Маленький мальчик. Все выразили свою радость по поводу того, что у Саши теперь есть семья, которую он может назвать своей, и пожелали ему и его родителям всего наилучшего. Светлана Сова, журналист, сыгравшая решающую роль в том, что история Саши стала известна всему миру, приступила к написанию еще одной статьи, которая должна была рассказать всем, кто внимательно следил за историей маленького мальчика о счастливом конце. В своей новой статье она описала усыновление как особое рождественское волшебство. Она рассказала миру, что теперь у Саши есть не только двое любящих родителей, но и сестры, с которыми можно играть. Она рассказала, что у семьи есть летняя дача, загородный дом, где Саша будет проводить долгие летние дни на свежем воздухе со своими сестрами. Это намекало на жизнь, наполненную теплом и смехом. Новая семья Саши была рада, что Саша присоединился к ним. Они открыли свои сердца любящему маленькому мальчику и приняли все взлеты и падения, которые, как они знали, могут возникнуть у слепого ребенка. Они были полны решимости показать маленькому мальчику, что слепота его не остановит. С их любовью и поддержкой он смог бы достичь всего. Его сестрам нравилось, что у них есть младший брат, с которым они могут играть, и они относились к нему по-другому. Они смеялись, играли и иногда дрались, но между ними была такая братская связь, как будто Саша родился в их семье. Когда в новом доме Саши замигали рождественские огни, его семья поняла, что, хотя он и не мог увидеть волшебство Рождества, маленький мальчик, несомненно, почувствовал его. Саша, когда-то брошенный и столкнувшийся с неопределенным будущим, теперь находился на попечении любящей семьи. Это было поистине невероятное рождественское чудо, которое согрело сердца всех, кто полюбил Сашу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова